о таком цветке как гиппиаструм это очень красиво цветущее растение но у некоторых людей оно может вообще не зацвести ему нужно обязательно делать период покоя и покажу вам что с ним нужно сделать так начнем это у меня гиппиаструм это основное растение это уже детские пошли его нужно было выдержать на периоде покоя для того чтобы отсохли листочки хотя бы частично желательно чтоб все отсохли но хотя бы частично а теперь нужно взять секатор обрезать все что от него осталось вот этот маленький резать не будем сейчас вынимем в горшочка и посмотрим что теперь нужно все вынуть из горшочка и поменять ему землю я его не поливала месяца наверное два и вот это листочки даже не смогли засохнуть период покоя ему выдержала хороший теперь нужно убрать вот эти все корешочки которые остались и пересадить его в другую землю чтобы он уже начал пускать весной цветочки вот это молодое хотя она крепкое растение не молодое тоже зацветет этот хороший бульбочка обрежем и его пустим на цветение теперь нужно вот эти все корешочки подрезать почти до конца не под самое не хочу а до конца и почистить шелуху по возможности это долгий процесс ее чистить надо вот этим и посмотреть заразилась ли чем-нибудь наша бульбочка цибулька или нет в данном случае моя цибулька чистенькая красивая очень даже хорошенькая смотрите период покоя я выдержала зеленая листва у нее отсохла и это также сама обрежем вот это можно даже не чистить она гипиаструм пустит новые корешочки а те что были они все равно отомрут лучше их вот так срезать вот до такого основания это донышко смотрите чистенькая не подгнила ничего замечательная донышко шелуху можно почистить а можно не чистить это не столько играет роли можно чуть-чуть ее почистить она это луковичка у меня очень хорошем состоянии ни грамма болезни нету ни какой признаков нет никаких пятнышек ни черных ни красных никаких нет очень хорошо вызревшая луковичка луковичка плотно хорошая это уже две луковички почистил я их не буду до конца честь теперь обрежу эту и покажу что с ним будут дальше делать если оставить их просто в горшочке но все вместе они могут не зацвести так как ими места не хватает и почва уже бедная нужно поменять почву нужно их поставить на выгонку прежде чем поставить на выгонку вот еще одна луковичка маленькая осталась нужно обрезать эти корешочки и продезинфицировать сами луковички сколько мусора с одного горшочка это все убираем берем водичку берем вот у меня есть фитоспорин это разведенный фитоспорин был концентрированный пласт такой как пластилин я развела а теперь меня на очень надолго хватает фитоспорина немножечко вот так пролила и в баночке замечательно хранится теперь берем наши луковички и помещаем полностью все фитоспорин на пару часиков вода чуть теплее комнатной температуры вот так они поплавают напитаются влаги и продолжим луковички простояли некоторое время я уже успела эти почистить вам не показывать на видео долго но они стоят дальше вот эту часть нужно срезать побольше так как с верхушек луковицы не дают стрелку они вообще не нужно не просто будут тянуть питание стрелка пойдет где-то отсюда пузырек пустит пробьется и пройдет так надо сначала их вот так по обрезать все верхушки конечно где не до основания некоторые вот так режут но я так не режу свои луковички не их жалко донышки у каждой я просмотрела абсолютно чистые сейчас покажу как я очищала свои луковички я одну не очистила она постояла фитоспорине у меня и начала легче чиститься потому что на сухую они очень тяжело чистились я не хотела вам показывать на видео сейчас просто как цибулю мы чистим так и здесь не боясь за шкурочку взяли и просто потянули то есть период покоя мои луковицы выстояли в этом будет видно то что ну листики засохли и пожелтели отвалились если у вас не пожелтели листики их нужно срезать и подержать в прохладном месте где-то на балконе не в минус по температура прохладненькое место чтобы было хотя бы 15 градусов 10 где у вас картошка хранится что картошка как не прорастает и луковички тоже не прорастут они должны просто набраться силы упругости чтобы они были плотные и имели возможность выпустить стрелку и дать вам красивую прекрасную цветочную стрелочку а затем и откроется цветонос может и два и три зависимости какого размера у вас луковичка выгналась за лето на лето их можно высаживать в землю в открытый грунт они очень хорошо набирают свою массу плотность все вот таким образом смотрите еще постоят где-то с часик мои луковички а я вам покажу как я буду их сажать я подготовила землю эта земля не для посадки а для того чтобы выгнать чтобы не укоренились лучше и выгнали цветочную стрелку а потом как только покажется 1 стрелочкой сразу их пересажу горшочки я взяла землю с песочком такая легкая земля здесь немножко насыпала перемешала в эту землю я скажу что-то не так полила перемешала песочек вермикулит и перлита немного и беру вот этой этим раствором с фитоспорином и увлажняю землю сильно увлажнять не нужно но чуть-чуть смотрите подставочку можно было бы сюда посадить сразу но я хочу сначала сюда посадить беру без дырочек просто увлажнила слегка почву затем возьму свои луковички и вот так поставлю смотрите а затем когда они пустят цветочные почки я возьму их пересажу каждый в отдельный горшочек и накрою вот это все пленочкой три дня они у меня так постоят а затем они должны уже показать свой результат уже обсохнут все и пленочку я сниму я думаю через недельку где-то они должны пустить корни а затем еще через недельку они начнут пускать цветочные почки но так у меня было в прошлом году как в этом году она себя покажет это растение никому не известно потому что это растение само знает когда ему что выпускать я взяла салфановый кулечек такой обыкновенный с ручками покажу вам как я буду это сделать у меня сейчас пищевой пленки нет я буду кулечками обходить какая разница чем главное чтобы удержать им влагу так с этой стороны здесь получается большой кулечек нужно большая коробочка у меня видите просвет можно скотчем вот так сделать а можно взять еще один кулечек и с другой стороны одеть и будет с двух сторон и так она будет стоять как мини тепличка набралась она у меня фитоспорина влажного напиталась и споры всяких грибков погибли надеюсь у меня растение вообще здоровая хорошая я за это не переживаю через три дня я сниму пакетик и буду ждать корнеобразования корни пойдут со страшной силой я вам сниму видео покажу все а сегодня было коротенькое видео как растение период покоя выдержала сбросила листву убрали мы корни очистили все и посадили на предварительную посадку не на постоянное место спасибо всем за внимание за внимание оставайтесь на моем канале до свидания всем удачи всем пока и 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...